Воскресенье 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 который приносит жизнь, отвратит то, что неотвратимо. По-людски это конец катастра, а Дух приходит и начинает новое створение. Апостолы в Вечернике они замкнуты с обуви перед Жидами. Есть такой такой же замкнуты на Бога, на свет, на других людей, такой обуви, что не могу сказать, что меня не покажут, что меня не отрежут, что spotка меня крылья. Иисус, который приходит помимо замкнутых дверей. Приходит до нашего духового замкнута и духовой смерти, именно в мощи Духа. Это обетница, которую он дал апостолам, своим укошенным приятелям и учням, что не оставит их самих. И когда приходит Дух, все набирая румянецов. Они порушены тем ветром Духа и запалены огнем Духа. Это порушение, прежде всего, объявляясь в том, что могут себя до Езуса признать. Как говорит св. Павел, не можно без помощи Духа Святого говорить «Панем есть Езус». Это не только о информации, о словах. Это только о вызнание. То Дух Святый учит нас вызнания миности до нашего Бога и учит нас принадлежности, учит нас зaufания, учит нас закоренения в Богу. Без помощи Духа это просто не возможно. И поэтому Кощество неустанно о этого Духа просит. Без Него это все только слова, ничего не значимого. Но Дух Святый это тот, который учит говорить. И апостолы выходят из вечерника и говорят в разных языках. Они становятся зразумели для света, для других людей. Какая то есть ласка говорить в такой способ, чтобы инди уверили в Езуса Христуса и в Его милость до нас. Но этого учит Дух Святый. Что большее, Дух Святый это тот, который посыла. Мы ciągle пробуем пилировать нашей działки. Чемле пробуем пилировать того, что уже mamy. Окопали мы себя в наших парафиах, костиоах, класторах. Чемле только проверяем, чтобы нам не спадала фрекция, чтобы все там хорошо крыло, хорошо działaло. А Дух Святый это тот, который говорит идти на сверху. Идти до тех, которые еще не знают Езуса. До тех, которые не познали милости Бога. Как посыла Пан Езус своих учеников тхнет на них Духа и говорит идти и говорит еднайте людей с Богом. Пребачайте в Мое имя. Так как я взялся целый этот людский грех и то людское на себе, по то, чтобы это преобъемлить. Дайте радостную новинку. И Дух Святый то есть огень, который стал рзуком на землю. То не только огнеки в вечернике в вечернике в версии оповещения о заслании Духа Святого из действий апостолских. То есть огень пребачения. Огень, который освещает, а приносит зразумение, приносит правду, приносит ясность, приносит о том, что Бог есть близкий, для нас открытый. Огень означает тепло. Как бы нам приносит такой теплый Дух Святый. Дух, который огрела с помощью структурии, структурии, структурии Кощества, чтобы это было более людское, более доступное, более премавляющее. Мы потребуем такого Бога. Но Дух Святый, огонь, это также который очищает. А то будет болеет. Чтобы стать себя собой, нужно опасть какие-то маски, фаусши, удавания. Поддать się Духови Святому. Просить о Духа Святого. То значит, święтовать Ewangelие, этот День, разом с целым Кощеом. Дух учит нас того, что jesteśmy jedностью, что мы вызваны до коммунии с Богем и со собой. Господь 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 Продолжение следует...